Сегодня мы поговорим о жирах в рационе человека с комментарием врача-эндокринолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. Ну, тогда начнем. Каждому человеку нужны жиры в рационе. Часто жиры ассоциируются с чем-то вредным и нежелательным для здоровья, многие даже стараются избегать их. Но на самом деле жиры играют важную роль в поддержании здоровья. Начнем с влияния жиров на репродуктивную систему. У мужчин жиры играют важную роль в производстве половых гормонов. Тестостерон – недостаток жиров в рационе приводит к снижению уровня тестостерона, что может негативно сказаться на потенции и общем здоровье. В женском организме жиры играют важную роль в регуляции менструального цикла и поддержании здоровья яичников. Некоторые исследования показывают, что недостаток жирных кислот может увеличить риск невынашивания беременности и проблем с фертильностью. Жиры играют ключевую роль в поддержании здоровья центральной нервной системы. Они являются строительным материалом для миелиновых оболочек, которые обеспечивают электрическую изоляцию нервных волокон и оптимальную передачу нервных импульсов. Дефицит жиров может привести к снижению когнитивных функций и повышению риска развития неврологических заболеваний. Некоторые витамины, такие как А, Д, Е и К, являются жирорастворимыми, то есть они усваиваются в организме только в присутствии жиров. А еще в жировой оболочке молекулы витаминов становятся более устойчивыми к разрушению в процессе транспортировки в кровоток. Жирорастворимые витамины способны накапливаться в жировой ткани в течение длительного времени. Это обеспечивает организму запас для использования в случае их дефицита в рационе. Выбирайте правильные источники жиров, такие как орехи, семена, жирная рыба, лосось, тунец, сельдь и скумбрия, богатые омега-3 жирными кислотами. Помните о мере и избегайте потребления излишних количеств насыщенных и транжиров, которые могут негативно сказаться на здоровье сердца и сосудов. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!